Добрый день, дорогие друзья! И сегодня я вам дам конкретный блок информации по энергообмену. По энергообмену на клеточном уровне. Мы продолжим выстраивать фундамент субъективного восприятия, укатывать его для того, чтобы в дальнейшем вы могли разбираться, какое экстрасенсорное направление на чем работает, на чем не работает. И что можно в каких местах использовать. Вот представьте себе, есть клетка. Разделим ее на две части. И в клетке есть вентили. И эти вентили либо выбрасывают поток энергии, и она стекает вниз, она уходит из клетки на разматериализацию. Либо эти вентили работают на то, что энергия из клетки, из определенных состояний открывается, прокачивается через клетку и идет на материализацию, на достижение каких-то результатов. Энергия идет вверх или вниз условно. И вот есть такие краники, которые открывают вентиль. Эти краники есть наши чувства. А вот эти вот вентили, это есть наше состояние. Те состояния, которые позволяют на клеточном уровне энергообмену совершаться. Либо вверх, либо вниз. Либо на материализацию, либо на разматериализацию. Для того, чтобы было проще понять, о чем я говорю, вы можете открыть шкалу Хокинса, почитать о состояниях и посмотреть градацию. И очень даже полезно будет эту шкалу наложить на ваше физическое тело и найти разные зоны откликов определенных состояний в вашем физическом теле. То есть вы увидите, что есть состояние более низкочастотное, есть какой-то среднечастотный диапазон, есть более высокий диапазон, а есть диапазон, который вообще пропущен и не описан. Никак не описан, потому что слов там нет. Вот Хокинс, он просто сделал шкалу, которая очень хорошо кладется на наши чакры. И где можно посмотреть, в каком частотном диапазоне будет лежать гнев, агрессия, ярость, гнобление, непринятие себя и так далее. А будут состояния любви, где у нас находится состояние радости. И дальше, чем выше от радости, тем менее описано состояние, тем менее привычны они для жизни человека. Но при этом, смотрите, вот эта граница, если шкалу Хокинса положить на клеточный уровень и расписать ее по-другому, по кругу, а не по шкале, то мы увидим, что от любви начинается работа со здоровьем. Если идти вниз, начинается работа с болезнью. То есть в одном случае, когда идет разматериализация, и энергия стекает вниз, то есть на низкочастотных состояниях энергия идет из клетки. И пытаться восстанавливать физическое здоровье, когда энергия уходит из клетки, не имеет смысла. Надо сперва изменить состояние больного. Поэтому я очень, например, приветствую, когда в те же хосписы приходят клоуны, которые несут детям радость. И надо, чтобы эта радость вошла в жизнь и стала состоянием. Не временной эмоцией, эмоциональным включением, а базовым состоянием. Потому что лечит людей базовое состояние, то состояние, которое будет прошито в человеке на клеточном уровне. Для чего я это все рассказываю? Дело в том, как можно эти знания встроить в экстрасенсорику, и какую пользу получить, какие знания получить из того, что вы видите. Мы возьмем оздоровительные техники. Вы видите, что если вы просто к физическим упражнениям добавите радость, бодрость, у вас откроется силовой ресурс, и у вас будет дополнительная энергия на восстановлении на клеточном уровне, когда вы работаете с состояниями. Поэтому очень здорово, когда вы выходите в лес, и вы там один, например, даже деревья, у них базовое состояние радость, они вам будут помогать удерживать вот эти высокочастотные состояния, и они будут служить вашему здоровью. Но не в этом даже сама прелесть, это, кажется, такие очевидные, понятные вещи. Но, например, есть разные техники, энергетические практики, тоже энергетическое восстановление, целительство, рейки, космоэнергетика, живо. Очень много разных практик сегодня существует по энергетике, биоэнергетика, космоэнергетика, какой только энергетики нет. И очень много отзывов идет от людей, которые попробовали. Например, в Беларуси многие просто говорят, что это развод. Развод даже не вникает в суть. Так вот, если вы понимаете, что на клеточном уровне есть энергообмен, а я не знаю человека, который бы не понимал, что он есть. То есть так или иначе, даже просто утром есть силы встать с кровати, или нет сил встать с кровати, да, понятно, что энергообмен есть. Так вот, когда человек уже понимает, что энергообмен есть, становится очевидным, что если вы с этим энергообменом что-то делаете, то уже будет влияние. Позитивное оно будет, негативное – это уже вопрос второй, но оно будет по-любому. Следующий шаг. В каком состоянии осуществлено это влияние? Если это осуществляется из состояния, и состояния пациента идут в ключе ниже любви по состояниям, то вы видите, большого эффекта не будет, хотя энергообмен все-таки произойдет. Но если это идет в более высокочастотных состояниях, то вы понимаете, что это будет служить укреплению здоровья. Это тоже очевидные факты. Поэтому очень важно, когда вы выбираете себе мастера, который вас будет инициировать или подключать, или еще что-то в какую-то технику, практику, надо видеть, чтобы мастер был в состоянии. В состоянии любви к окружающему миру, как минимум. В состоянии благодарности Богу окружающему миру, как минимум. Чтобы человек умел радоваться, и это было для него нормой бытия, когда он воспринимает мир из состояний более высокочастотных. И тогда этому человеку реально есть чем поделиться. Потому что когда с вами делится, как правильно поставить руки, или как правильно переместить руки по телу, это, конечно, важно знать. Это чисто технический прикладной факт, но это можно почитать и в интернете. А вот этих вот вещей базовых, когда состояния передаются, их уже очень здорово, когда передает тренер. И когда понимаешь, как устроен энергообмен на уровне клетки, следующий момент становится очевидным, что, понимаете, ведь этот же энергообмен существует всегда и постоянно. И отключить нас от него невозможно, потому что это означало бы смерть клетки. Это значит, что все краники, краник любви, краник радости, краник любви с благодарностью, краник восторга, краник какого-то экстатического состояния, радостного стёба, ещё чего-то, в верхних частотных состояниях, они всегда присутствуют. Точно так же, как эти краники чувств в нижних частотных состояниях. И становится очевидно, что отключить нас от них никто не может. То есть, когда, например, в каких-то практиках вам говорит тренер, что давайте я вас инициирую, подключу там к каналу любви вселенской, и вы будете пользоваться этим ресурсом. Господа, вы пользуетесь этим ресурсом всегда и так, да? Но если вам надо, чтобы вам мастер дал настройку вместе с состоянием радости и включил вам веру в себя, потому что в данном случае, чтобы это всё работало, здесь задействуется силовой потенциал человека дополнительный, а там основным является механизм веры, мы с вами уже это разбирали, то получается, что для того, чтобы это всё работало оптимальным уровнем, оптимальным образом, и для того, чтобы вы включились в поток рейки, вы включились ещё какой-то, неважно, это эгрегорный поток или не эгрегорный, но подключение происходит в вас, в вашей голове. И если вы не можете подключить себя сами, вы можете воспользоваться услугой стороннего человека, заплатив ему за эту определённую сумму, и выбрать тогда человека, который находится в высокочастотных состояниях. Если вы выбираете человека в низкочастотных состояниях, то вы понимаете, что вы получаете уже съеденный сыр. Это никому не надо, да? Ещё такой момент. Те же самые каналы, к которым подключают людей, подключается это всё на механизме веры. Для этого делается, по сути дела, инициация. Когда вам рассказывают, что вы подключаетесь к какому-то плану, вы подключаетесь к потоку и так далее, вы подключаетесь, как я сказала, внутри, в своей голове, и вам надо поверить в то, что вы к нему подключены. Именно для этого и делается ритуал. Все ритуалы основаны на внушениях. В основе любого ритуала лежит механизм внушения. То есть у нас есть на клеточном уровне память о тех временах, когда у нас ещё нормальные были танцы с бубном у костра, трансовое состояние. Они все прошиты у нас, и в этих состояниях у нас есть повышенная внушаемость. И любая инициация будет представлять из себя ритуал, который врождает у нас воспоминания о трансе на генетическом уровне. Там, скорее всего, будут присутствовать свечи, там, скорее всего, будет присутствовать какой-то ладан или запах каких-то вонючек. Там будут какие-то шелест, шорох, расконцентрации, прикосновения, либо на энергетических потоках концентрации и так далее. То есть перекрываются все каналы восприятия, вы проваливаетесь в состоянии гимнатического транса, у вас повышенная внушаемость, и в этом состоянии, так как намерением было положено вас подключить и включить вот этот спусковой клапан веры в то, что вы теперь сможете работать с потоком любви, у вас это срабатывает. Вот это и есть инициация, и для этого она и даётся. Но это не значит, что если вы верите в себя, и вы знаете, что вы работаете в потоке любви, и что вы вот здесь и сейчас можете работать, там, хотите, с этими знаками, там, как в рейке, или ещё с чем-то, или с каналами, то у вас это дело чётко проявится в жизни. И техники эти будут работать точно так же, как у инициированных людей. То есть проблема не в инициации в данном случае, проблема в вас, в вашем восприятии. Смогли вы включить свой механизм веры, или не смогли вы включить свой механизм веры. И если у вас получается включить, то любая из техник у вас будет живой и рабочей. Но зачастую случается так, что я слышала безумное количество каналов, среди этих каналов есть канал денег, канал добра, там, и так далее. Если вы наложите канал денег и состояние денежной зависимости, да, когда у вас нехватка денег, или вы паритесь о том, куда их вложить, то это состояние будет на уровне живота. Это состояние значительно ниже состояния любви, да. И когда вас подключают вот к этому каналу, я не имею вообще понятия, зачем это делать, потому что денег от этого больше не станет, потому что этот канал будет лежать в зоне разматериализации. И в таком случае, если это делается для того, чтобы вы сконцентрировали свое внимание на достижении, как вам больше заработать и так далее, и работали вот в этих высокочастотных состояниях, то результат будет, да. Но когда вам при инициации вас подключают к более низкочастотному каналу, не к высокочастотному, а к низкому, к низкочастотному каналу, то пользы от этого не будет. Поэтому, господа, каждый раз, когда вы работаете с энергетикой, каждый раз, когда вы в экстрасенсорике, вам предлагается какая-то тема к рассмотрению. Пожалуйста, думайте головой, потому что есть механизм действия. И вы можете говорить, что эта шестеренка хорошая, эта шестеренка плохая, эта шестеренка крутится не так, это не туда, но часовой механизм работает, да. Он работает вне зависимости от того, признаете вы наличие этой шестеренки или не признаете, принимаете вы ее или не принимаете. Механизм так работает. Поэтому, когда у человека хотя бы в голове есть какие-то представления о схеме действия в области энергетики, это очень здорово. Далее, у нас у каждого человека есть определенные каналы, меридианы и так далее. Очень хорошо об этом говорит тибетская медицина, китайская медицина. С этим всем можно работать. Их можно активизировать. Их можно активизировать и работать с ними за счет собственного энергетического ресурса. С ними можно работать как проводник. Если вы работаете как проводник, можно подключать тонкоматериальный план, можно подключать только себя. И каждый раз эффекты будут разными. И где находится переключатель от того, как ведется работа? Конечно, он находится в вашей голове. Потому что это ваша психика в определенных состояниях сознания рождает и проводников, и вот эти все дополнительные помощи. и задействует либо свой энергетический потенциал, либо внешний потенциал. Потому что этот мир является продуктом вашей психики. И в зависимости от того, какую кнопку вы переключаете у себя в голове, то вы будете иметь в проявлении. И это все реализуется через механизм веры. Например, через механизм веры вы включаете сомнение, то есть механизм веры у вас внутренней в себя недостаточно, включается механизм сомнений, что вот этот вот человек, который лежит перед вами, болен каким-то заболеванием, и вы можете нахвататься. И в то же самое время вам мастер говорил, что, например, работая с рейки, вы не можете нахвататься, но вы сомневаетесь в этом. И если вы сомневаетесь, вы нахватаетесь. Поэтому работу надо начинать с собой в первую очередь, со своим механизмом веры, со своими настройками собственными, личными. Когда вы в чем-то сомневаетесь, не знаете и так далее, найдите вариант, как включить себя для того, чтобы достичь желаемого результата. Если вам для этого надо найти супер-гуру в Индии или в трущобах Тибета, великолепно. Значит, едем к Гуру и включаем этот ресурс таким образом. Он вам дотронется до головы перстом, и у вас включится вера в себя, та вера, которая у вас не включилась дома. Ради нее, по сути дела, вы проделали весь этот путь. И в то же самое время, если у вас внутреннего силового ресурса, достаточно для того, чтобы сместить свою точку сборки, свое восприятие в точку, когда вы понимаете, что весь мир есть продукт вашей психики, и верить можно только в себя, и Бога вы в это время из себя не вынесли никуда на солнышко, то вы понимаете, что я могу и на сегодняшний день я могу работать вот этим потоком, вот этим, вот этим, вот этим. И эти все потоки, они здесь и сейчас идут через вас. И дополнительная инициация лишь служит включением вас, вашей веры в то, что у вас будет результат. Вот как-то так. Это принцип действия. Начало я вам положила, думайте, господа, я понимаю, что я сейчас сбаламутила большое количество энерготерапевтов, которые мне расскажут про тонкоматериальный план, выстроят, выстроят, выстроят. Я обещала, что про то, где рождается, где рождается тонкоматериальный план психики человека, я еще расскажу. Чуть-чуть позже, да. Сейчас я вбросила информацию, которая позволит вам чуть-чуть расширить ваши знания в области энергетики, и принять, не принять, поспорить, решить, выбрать, определиться для себя. Это каждый будет делать сам. Немножко побурлит, уляжется, и я дам следующий блок информации, где что берется. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok